Здравствуйте! Это программа «Прямой разговор» в студии Марии Варгина. О реализации социально значимых проектов мы продолжаем говорить с главой муниципалитета Юлией Купецкой. Юлия Олеговна, не могу не спросить. Вы подписали знаковое постановление не только для городского округа, а для всей области. 25 декабря прием отходов на Лесной должен быть завершен. Что будет дальше? На самом деле, да, действительно, это очень важное постановление, которое ждут жители. У нас даже на центральном экране на ДК России идет обратный отсчет, сколько у нас дней, минут, секунд осталось до закрытия полигона. Очень важно. Мы понимаем, что лето было само по себе непростое, да, еще экологическая ситуация. Мы зависим очень сильно от тех погодных условий, которые есть. Полигон, если это ветер на город и меняется резко давление, полигон действительно негативно влияет на всю экологическую ситуацию. Я буквально несколько раз в день отслеживаю количество жалоб, которые поступают в каких микрорайонах, в какое направление ветра. Поэтому, конечно, закрытие полигона, оно вот стояло, наверное, для нас основным вопросом, который мы должны были решить в 2020 году. Но закрытие полигона, как мы уже неоднократно говорили, это только первый шаг к нейтрализации всех тех проблем, которые у нас существуют. Потому что до проведения полного мероприятия по рекультивации полигона мы не можем сказать, что запах полностью исчезнет. Да, возможно, он будет становиться ниже, возможно, вот эти выбросы, которые из полигона происходят, будут происходить реже. Но полигон это такой живой механизм, живое существо, на которое влияет абсолютно все. Пошло у нас большое количество дождей, стало у нас большее количество влаги, пошел у нас запах, перепад давления, все. Это сразу отражается на нас всех, все эти погодные условия. Поэтому следующий этап, очень важный, это вопрос рекультивации полигона. Очень дорогостоящий этап, трудозатратный этап. И после полигона мы будем решать вопрос, это все не быстро, по проведению всех мероприятий по рекультивации. Поэтому неприятные моменты будут возникать. Об этом мы должны помнить. О том, что сразу с 25-го числа запах у нас не прекратится. Но что очень радует, что транспорт, транспорт с мусором не будет проходить на территорию городского округа Серпуха, не будет проезжать через нашу территорию. И я думаю, что это уже достаточно высокая победа, которую жители нашего городского округа заслужили. Отдельно мне хотелось обратить внимание, что создание КПО на территории городского округа не планируется. Ни в каком его виде. И открытие новых полигонов на территории городского округа не планируется. Это тоже очень важно, и об этом жителям надо знать. То есть мы перейдем с вами в фазу рекультивации полигона, и когда мы ее завершим, я думаю, на этом мы все сможем сказать все. Будем надеяться на улучшение дальнейшей экологии, и что Серпухов будет не только красивейшим городом, но и экологически чистым. А те полигоны, которые уже закрыты? Сьянова, Жорновка, Протвино? По полигону Сьянова у нас размещена аукционная документация по отбору подрядчика на рекультивацию. То есть в ближайшее время у нас состоится аукцион, будет определен подрядчик, и у нас начнется непосредственно сам процесс рекультивации. Что касается полигона Жорновка и Протвино, по ним сейчас готовится проектная документация, она находится в стадии экспертизы. В этом году мы эту экспертизу должны завершить, и в 2021 году приступить непосредственно к рекультивации данных полигонов. То есть работа большая, работа масштабная, все полигоны у нас будут находиться в рекультивации. Все будут недействующие. Я думаю, что главное – это постоянный рабочий процесс. Во-первых, они все будут находиться под контролем, и в том числе подрядных организаций. То есть мы уже не будем переживать о возможных возгораниях на полигонах, завозах несанкционированного мусора. То есть это все будет находиться под жестким контролем. А самое главное, что мы уже будем понимать с вами сроки окончания всех этих мероприятий. Несмотря на пандемию, у нас в городе в этом году стройка социальных объектов не остановилась. И уже две пристройки открыты, третья строится, школа, бассейн. Все ли у нас идет по графику, и что в 2021 году, какие программы продолжатся? У нас, да, мы в этом году открыли с вами две пристройки к общеобразовательным школам. Несмотря на пандемию, подрядчики работали в день и ночь в буквальном смысле. Я просто отдельно действительно очень хочу поблагодарить жителей близлежащих домов, потому что вы герои. Большое вам спасибо, вы все это выдержали, потому что, конечно, было очень много неприятных моментов связано и с экстренными работами, и проводимыми работами в позднее время. Спасибо вам большое. Действительно, благодаря вашему терпению и благодаря оперативным работам подрядных организаций, мы смогли открыть очень нужные пристройки к первому сентябрю. Ведь школы 17-е и 9-е ни разу за время своего существования не учились у нас дети в первую смену. В одну. Никогда. События исторические. Это события действительно исторические. 9-я школа, 52 года, и никогда за это время дети в одну смену не учились. Важно, важно, конечно. Мы продолжаем строительство пристройки к школе номер 7. Процесс у нас идет активно. Сейчас идут отделочные работы уже, внутренние работы, отделка фасада. Это все можно увидеть. Одновременно идет монтаж перехода в основное здание. И все работы мы должны завершить к концу декабря 2020 года, чтобы у нас после зимних каникул дети уже пошли в начальных классах в новую пристройку. И школа могла перейти на односменный режим работы. Давайте вспомним, как ярко и красиво проходило открытие двух пристроек к школам. Более ста первоклассников стоят на линейке в 9-й школе. Для них звенит первый звонок. Сегодня в 9-й школе двойной праздник. День знаний совпал с открытием новой пристройки. Право перерезать символическую ленту предоставляется главе городского округа Серпова Купецкой Юлии Олеговне, директору школы Головиной Елене Николаевне, руководству строительной компании 2Б проект и ученице первого Б класса Ковальковой Анастасии. Сейчас перед нами стоят самые юные школьники, которые в этом году впервые идут в первый класс. И, конечно, радостно, что мы нашим ученикам можем подарить практически новое здание, в котором дети будут получать самые-самые лучшие знания, в котором дети будут учиться всему, что им, конечно, пригодится в будущем. Ребята, вы хотите в школу в первый класс? Да! Я буду учиться на одни пятерки. Я читал, писал. Я сегодня иду в первый класс и уже умею читать и писать. Мы покупали констовары с мамой, рюкзак. Мы с бабушкой в тетрадках занимались. Математикой писали диктанты. Сегодня я подарю свои цветы своей первой учительнице. С первым сентября. В первый раз, в первый класс дети пойдут в новое здание. Событие масштабное не только для девятой школы, но и для всего городского округа. Новую пристройку здесь ждали давно. У нас впервые за 52 года, со дня открытия школы, мы садимся в первую смену. У нас появился замечательный второй спортивный зал. Новая столовая с современным оборудованием. Замечательные классы для учеников начальной школы, которые оснащены самым современным учебным оборудованием. После торжественной линейки классный час. Первоклассники в новых учебных кабинетах сели за парты. Начался урок. Какое сейчас школьное правило, ты знаешь, Дим? Когда учитель что-то говорит, надо молчать. Обязательно и внимательно. Слушать. Слушать, конечно. Пока в девятой школе первоклассники были на занятиях, в семнадцатой началась торжественная линейка с открытия еще одной пристройки. Юлия Купецкая вручила ключи от нового здания директору образовательного учреждения. Ребята, с праздником! Но не только этим знаменателен этот день. Посмотрите на нашу красивую новую пристройку. Это уютное, хорошее новое здание. В новой пристройке оборудованы учебные кабинеты для начальных классов, комнаты для групп продленного дня, административные помещения, а также спортивные актовые залы. Смонтировано спортивное ядро. Благоустроена и прилегающая к образовательному учреждению территория. Уложен тротуар, сделаны парковочные места и съезд. Масштабные изменения в образовательном учреждении уже успели оценить не только дети, но и родители. Это очень важное событие. Особенно мы рады, что мы будем учиться в новой пристройке. Широкие, красивые классы мы уже там были, смотрели. Шикарная столовая. Учительница нас очень радует тоже. Молодая, активная, позитивная. Мы очень рады, что мы попали в эту школу. Крутая стала территория. Вообще бомба. Теперь у детей есть свой стадион с беговыми дорожками, с полем для футбола, для баскетбола. Просто супер. Параллельно мы строим школу в микрорайоне Ивановские дворики на 825 мест. Введение в эксплуатацию ее в 2021 году. Строительство осуществляется в соответствии с графиком. Я думаю, что нам здесь ничего не мешает, потому что мы видим активный процесс. Отдельно мне хотелось бы обратить внимание жителей Ивановских двориков, которые тоже сейчас испытывают неудобства, что вся прилегающая территория, которая к школе, она, конечно же, будет приведена в нормативное состояние. Все тротуары будут заасфальтированы, подъездные пути. Также под ним будут проведены ремонтные работы. И с момента открытия школы ваша территория тоже будет практически новая, красивая, удобная для того, чтобы дети могли уже свободно идти в новое образовательное учреждение. Мы недавно побывали на стройке новой школы. Давайте посмотрим, на каком этапе сейчас там работы. Мы находимся на третьем этаже здания. Мы идем как раз по будущему коридору. С правой стороны здесь будет актовый зал и спортзал. С левой стороны два крыла основных здания. Это будут два блока, где будут располагаться классы, учебные классы. Под нами там внизу столовая. Работа сейчас на этапе завершения монолитных работ. После этого мы уже сегодня, именно сегодня мы приступили к каменной кладке стен. И прям следом за кладкой будет уже заполнение проемов в оконах дверных. Потому что нужно до холодов успеть закрыть контур полностью. И зимой перейти в внутреннюю отделку. Отдельно по этой школе мне бы хотелось бы жителям, те, кто не знает, рассказать, что рассматривается сейчас вопрос в положительном русле о присвоении после открытия этой школы имени Романа Катасонова. Роман Катасонов – это спецназовец, который погиб в Беслане при освобождении заложников в школе. И я думаю, что это очень важное памятное место, куда наши дети будут с достоинством ходить и учиться в этой школе, которая будет носить имя героя. Ведь память – это самое основное, что мы должны передавать нашим детям. Память о не самых, может быть, приятных, но о самых поучительных моментах нашей жизни. И отдельно хотелось бы сказать, что и строят нам эту школу строители, которые в том числе связаны с историей в Беслане. И у нас есть один из строителей, который сам был заложником в этой школе. Это так сложилось, мы не предугадывали эту историю, оно уже сложилось после того, как начались обсуждения. Но такие совпадения в жизни бывают, и я думаю, что они не просто так, и они не случайны. Мы продолжаем строительство ФОКа с плавательным бассейном. Уже произведены испытания непосредственно самой чаши. Все прошло хорошо, потому что мы с вами знаем, что первый бетон, первая чаша, которая была занята, была демонтирована в связи с тем, что не прошла предутоговых испытаний. Осуществление строительства у нас осуществляется в соответствии с графиком. Отделочные работы практически закончены, за исключением чаши бассейна. И в ноябре месяце мы сможем уже сдать этот объект в эксплуатацию. Но в ноябре месяце мы не сможем прийти и поплавать, потому что сама вода должна будет еще та, которая будет залита в бассейн, должна будет пройти все лабораторные исследования, получить все заключения для того, чтобы мы с вами убедились, что это не только полезно, но и безопасно для наших жителей. Дополнительно в проектах у нас стоят вопросы по реконструкции стадиона «Спартак» и по строительству детского сада в микрорайоне имени Нагина. По строительству детского сада у нас завершается момент проектирования. Документы сейчас сдаются в экспертизу. После выхода из экспертизы уже будем получать разрешение на строительство и определять подрядчика на проведение работы. К сожалению, более грустная история со стадионом «Спартак». Мы с вами не только позитивные должны рассказывать, но и те негативные моменты, которые есть, учитывая то, что стоимость стадиона «Спартак», она действительно большая, там проектом предусмотрена реконструкция трибуны, подтрибунных помещений, создание спортивного поля с подогревом. Работы предусмотрены программой, но пока по тому проекту, что мы видим, на 2022 год. Это связано с тем, что и бюджету Московской области приходится пересматривать приоритеты, и основными приоритетами на сегодняшний день является строительство социальных объектов, там, где у нас с вами учатся дети, там, где у нас дети ходят в дошкольные образовательные учреждения, поликлиник, больницы и так далее. «Спартак» никто со счетов не снимает, он у нас в бюджете есть, но, к сожалению, сроки реализации пока стоят на 2022 год. Если будут изменения в положительную сторону на 2021, конечно, для нас будет особенная радость, и мы точно так же будем, как и все жители, радоваться и реализовывать этот проект. Но пока мы видим 2022 год в проекте. Юлия Олеговна, мы говорим об изменениях в региональном бюджете, местный бюджет не менее значим. Вот ведется ли какая-то работа по привлечению в налоговый оборот дополнительных средств? Мы с вами говорим, что все наши желания, они должны сопоставляться с нашими возможностями. Большинство всех вопросов, которые нам задают, они, конечно, имеют под собой финансовое обоснование и финансовые решения, в том числе с выделением определенных средств из бюджета. Большинство денежных средств на крупные работы, это строительство соцобъектов, ремонт дорог, благоустройство крупных территорий, как, например, площадь Ленина или парк Олега Степанова, идут по софинансированию за счет средств областного бюджета. И в этом, с этой точки зрения, Серпухов является высокодатационным. Нам предоставляют большое количество субсидий на реализацию наших полномочий и наших проблем, которые есть в городе. Но каждый бюджет и каждый муниципалитет должен показывать и свою состоятельность по работе и по привлечению новых налоговых резидентов, и вовлечению в налоговый оборот объектов, которые не зарегистрированы. Это очень важно, потому что не все закрывается госпрограммой. Вот ремонт тротуаров, парковок – это деньги местного бюджета. И когда мы с вами говорим, вы мне сделаете тротуар или дорожку, это то, что мы с вами заработали. Вот ровно сколько мы с вами заработаем, столько мы с вами и потратим. Поэтому структурными подразделениями администрации ведется работа и по привлечению в налоговый оборот новых объектов, таких как индивидуальные жилые дома, земельные участки, которые не зарегистрированы, где объекты стоят. Для того, чтобы у нас действительно казна пополнялась. Для того, чтобы мы могли реализовывать наши проекты и наши желания. Плюс дополнительным источником дохода в местном бюджете, в формировании части является 2НДФЛ. И здесь важно создание новых предприятий, привлечение новых налоговых резидентов, расширение наших предприятий. Потому что денежные средства не поступают в консолидированный бюджет, и в бюджет муниципалитета, и в бюджет Московской области. Но за счет этого мы с вами все вместе и живем. Это наша с вами доходная часть. Поэтому Комитет по экономике, управление по работе с инвестициями занимается этим направлением. У нас привлечены в текущем году, несмотря на пандемию, два налоговых резидента. До конца года мы ждем еще четырех. И наши предприятия, которые уже работают на территории городского округа, сейчас рассматривают возможность о расширении своего производства. Это из Ульцер, это и Аграна Фрод. А что означает расширение производства? Это не только увеличение валового продукта, выпускаемого, но это и создание новых рабочих мест. Это говорит о том, что нашим жителям не придется ездить в Москву. Это говорит о том, что есть возможность работать здесь у себя на месте. Не только на промышленных предприятиях. У нас развивается и сельское хозяйство. У нас вводится новый тепличный комплекс в поселке Туровский. Там тоже новые рабочие места, абсолютно новое производство. И поэтому также можно рассмотреть возможность и для жителей, как поиска новой работы, и нас, как увеличение налоговой базы на территории городского округа Серпуха. Поэтому мелочений в нашей работе не бывает. Это все важно. Любое направление, казалось бы, самое простое, а оно имеет очень важное значение. Потому что, с одной стороны, одни реализуют те потребности жителей, которые нам задают, но и реализация всех этих потребностей происходит за счет тех поступлений, за счет нашей работы, за счет того, как мы с вами работаем. Вот мы с вами работаем, мы платим налоги в бюджет городского округа Серпухов. Вот поэтому наша работа, она является не менее значимой, потому что мы являемся налогоплательщиками. И также большинство жителей, которые работают на территории городского округа Серпухов. А дальше мы с вами, исходя из того, что заработаем, будем реализовывать все те наши потребности и желания, которые мы выдвигаем, предлагаем, и хотим, чтобы они были у нас в городе. — Юлия Олеговна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Надеюсь, что все проекты будут реализованы и не помешают нам пандемии, коронавирусы. Все мы благополучно пройдем. Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая сегодня была у нас в гостях. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин